Здравствуйте, уважаемые телезрители! Приветствую вас в этот воскресный день, неделю Девятой Попе Пятидесятницы, в день праздника Святого Пророка Божия Ильи. Напомню, что сегодня продолжается первосвятительский визит в Чувашию Святейшего Патриарха Московского и Всеруси Кирилла. Накануне его святейшество был торжественно встречен в Покровско-Татьянинском соборе города Чебоксары. Управляющим Чувашской митрополией митрополитом Варнавой, а также священнослужителями и прихожанами храмов митрополии. Его святейшество обратилось с приветственным первосвятительским словом к своей пастве и преподнес в дар образ Божией Матери Державной. Сегодня святейший Владыка будет совершать божественную литургию здесь, в соборе святого равноапостольного Великого Князя Владимира в городе Новочебоксарске. Вместе с вами все это время следить за богослужением и комментировать его буду я, Ирий Игорь Крейтер, клирик храма в честь иконы Божией Матери Взыскания Погибших города Чебоксары. Напомню, что визит святейшего патриарха Кирилла совершается в год празднования тысячелетия со дня праведной кончины святого равноапостольного Великого Князя Владимира, крестителя Руси. Символично, что божественная литургия в ходе визита к святейшим патриархам будет совершаться в соборе, который освящен в честь этого святого. К раз в эти минуты мы наблюдаем ожидание приезда святейшего патриарха. Ну что ж, мы с вами видим, что святейший владыка и встречен во вратах храма. И далее проследует непосредственно сам храм. Святейший владыка, примите эти цветы от детей города Канаша. Святейший владыка, примите эти цветы от детей. Святейший владыки в храм сопровождается колокольным перезвоном торжественным и при входе в храм на владыку святейшего патриарха будет возложена особая монашеская одежда, называется мантия, которая имеет отличительное от обычной одежды монашеской своим цветом, а именно имеет цвет зеленый. Безславнейший, без сравнения, без сравнения, всех искрения Богостого родственного, сущий Богородицу Тебя величаем, слава Суи Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Святейший владыка благослови. Его Святейшество принимает крест и благословляет всех сослужащих священнослужителей, начиная от пресвященных митрополитов, высокопресвященных, и пресвященных епископов, сослужащих ему. В этот момент будут совершаться выходные молитвы, которые совершает каждый священник, будь то обычный священнослужитель, и патриарх, в том числе, в которых молится предстоятель о неспосылании дарования ему в Бададане достойно совершить Божев в Литургии. Славаотцу и сыну, и Святому Духу, и ныне пресни, во веки веки报. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, ищисти греки наши, владыка, прести беззаконий наших. Святой, пос� Kaipari, истери невыще наш, и в ерьonnике Твоево ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славаотцу и сыну, и Святому Духу, и ныне пресни, во веки Mimi, пове обвинь. Отче наш, ищи на репесе, досвети своими твое, да прииди, царство твое, да будет воля Твоя. Как и на небесе, если бы ли, леп наш на суш, не дашь нам здесь. И оставь нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука. Условно состоит из трех частей, имеющих разное название, хотя разделение это незаметно для молящихся. Первая часть это проскомидия и само название. Имеет от греческого слово, что означает «покресение». Поскомидия называется так, потому что в древности христиане имели обыкновение приносить в церковь хлеб и вино для совершения таинства. По той же причине хлеб этот называется «посфора», что означает с греческого также «покресение». Проскомидия совершается на жертвеннике, где еще так называемая проскомидия «литургия безмолвная», «тихая». То есть для молящихся в храме не слышно, что совершается в алтаре. При служении патриарха или правящего архиерея проскомидия совершается заранее. Так это произошло и в нашем случае. Она совершена заранее, и мы будем видеть, как совершается литургия уже так называемая «углашенных». «Городный молитв, я милом и пилом, и спавайте, Господом, и спавайте, Господом, и спавайте, Господом! Входные молитвы завершаются благословением патриаршам народа, и в ответ хор от лица всех присутствующих возглашает тон де споднин к архиереи имон кире филето и сплайте деспоты, что с греческого в переводе означает «Великого Господина нашего и архиерея, Господи, помилуй на многое лето Владыку!» Далее начинается облачение, то есть одевание особенной священнической одежды святейшего Владыки. Повсередно одеваются особые одежды, в которые каждая имеет своё название и своё значение. В данный момент святейшего Владыка облачается в нижнюю одежду, так называемый подсакосник, что знаменует собой стихарь или тунику, и это является облачением общим для всех священнослужителей. символизирует чистоту души и спасения. Благословим Бог, не издевая благодать своей архиереи, что я комбирую на голове, сходящей на броду бороду, а роль не сходящей на месте одежды его. Благословим Бог, не издевая благодать своей архиерея, это длинный путь, который опоясывает вокруг шеи и символизирует дар благодати Духа Святаго, который почивает на священнослужителей. Следом облачается палец, это ромбовидный плац, что символизируется особый духовный меч Слова Божия. Господи, прославимся крепостей, десна Твоя рука, Господи, согруши враги и множеством славы Твоя, терглась и супостатой. Руси Господи сотвористися и создастися, вразумите и научишся заповеди веком. Далее видим, что одеты были первые так называемые наркавники, и следом облачается верхняя одежда, так называемая сакас. С еврейского это слово означает «эвритище», «рубище» и, как правило, символизирует одежду печали, смирения и покаяния. Следом облачается святейший патриарх в амафор. Надевается он поверсакаса и символизирует овцу, заблудшую и принесенную добрым пастрем на плечах в дом, то есть спасение Иисусом Христом человеческого рода. Облаченный в него епископ, или данным в случае патриарх, знаменует собой доброго пастря, который взял заблудшую овцу на плечи и отнес ее к незаблудшим, то есть ангелам, в дом Отца Небесного. Всегда ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Оттрыгни с сердца Твоей словом благо, в благоле лишь и дела Твоя Царевия. Всегда ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Положи Господь на главу Твою венец от камени, и других живота проси твое, даст ни долготу дни. Всегда ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Благослови Владыка Субтитры создавал DimaTorzok Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мера Божия Субтитры создавал DimaTorzok Благослови Субтитры создавал DimaTorzok 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 Звучит «Малая тенья» на местном чувашском языке. 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 Звучит «Малая теньяя» на местном чувашском языке. Звучит «Малая теньяя» на местном чувашском языке. Звучит «Малая теньяя» на местном чувашском языке. Звучит «Малая тенья» на местном чувашском языке. Сами себе и друг друга и вей, Живот наш Христо Богу предатим. Яков, лак и человека любит Бог, Есим, И тебе славу воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресну, и во веки веков. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресну, и во веки веков. Особых евангельских отрывков, именно повествующие о Нагорной проповеди. Поэтому и называется еще «Блажение», где и были Господом озвучены заповеди блаженства. Сыну и Святому Духу, ныне и пресну, и во веки веков. Сыну и Святому Духу, ныне и пресну, и во веки веков. ПЕСНЯ В пении третьего антифона совершается особое действие, так называемый малый вход, который символизирует собой выход Спасителя на проповедь. И само Евангелие как раз является символизирующим Спасителя. Ну а свеча в данном случае много, предшествующих со свечами, знаменует собой святого Иоанна Предвеча. Во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви Чебоксарско-Чувашской епархии, протеерей Николай Иванов, секретарь Чебоксарского епархиального управления, удостаивается право ношения креста с украшениями. Аксиос! 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 Премудрость прости! Возглас премудрость призывает нас, приглашает к тому особому состоянию и указывает на глубокую мудрость, заключенную Святом Евангелем. А возглас слова, то есть прости, приглашает нас к благоговеренному состоянию и поклонению Спасителю Мира Господу Иисусу Христу. Именно поэтому после этих слов поется особое также истинопение «Приидите, поклонимся и приподем ко Христу, спаси нас, Сыне Божий, поющий идти Аллилуйя». Стоит сказать, что наши благочестивые предки при пении этого стиха всегда повергались на землю, делая поклоны. Тем и отвечали своему Спасителю и не допускали легкомыслия. Стоит «Приидите, поклонимся и приподем». Субтитры создавал DimaTorzok В первую очередь патриарх и сослужащие ему архипастыри входят в святой алтарь, где и будут находиться далее в продолжении литургии. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Многолетие святейшему патриарху звучит оно на греческом языке. Дима Торзок 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 ПЕСНЯ 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 крестьяне, начиная от власть имущих и всех правящих священнослужителей, всех верующих, и тем самым эти слова также заключаются возрастом и во веки веков последующих, которые будут дополнением возраст священника, который молится Богу с просьбой воздать хвалу Богу, пение Хрисятого всем присутствующим, но особенность патриаршего службы той, что он молится за всю полниту всего православного мира, поэтому перечисляются в этот момент все главы православной церкви. ПЕСНЯ 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 Иерониму, блаженнейшему архипецкопу Афинскому, много лета! Анастасию, блаженнейшему архипецкопу Алтанскому, много лета! Славим, блаженнейшему митрополиту Варшавскому, много лета! Костиславу, блаженнейшему митрополиту Варшавскому, много лета! Тихону, блаженнейшему митрополиту Американскому и Канадскому, много лета! Преосвященным митрополитам, архипецкопам и епископам и всему священному собору, много лета! Богохранимый стране нашей, властям, воинствуй, народу и я, и всем православным крестьянам! Славим, блаженнейшему митрополиту Варшавскому, много лета! Я в твоих благах життян и благодать святая. Вот перед твоим миром и твоим покором, Более, моя твоя мощь, я державу непобедительную. От всяких наследств свобода и наследствий, Радовайся, небесу, небесу, небесу. Радовайся, небесу, 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 небесу. Радовайся, небесу, 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 небесу. Радовайся, небесу, небесу, небесу. Радовайся, небесу, 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 небесу. Мы знаем, что в городе Константинополе, когда случилось сильное землетрясение, верующие совершали молебствие на открытом воздухе. Один из мальчиков из народной толпы неожиданно был поднят бурю на небо, и там услышал пение святых ангелов, которые прославляли святую Троицу и воспевали именно это песнопение. Субтитры создавал DimaTorzok Святые, 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 святые. Особую торжественность этого песни подчеркивается тем что notice она по переменам Хором Клира то есть священником В алтаре трио и обратно хором Субтитры создавал DimaTorzok 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 Благослови, святейший владыка, благовестителя, святого славного и всехвального, апостола и евангелиста Луки. Бог молитвами святого славного и всехвального, апостола и евангелиста Луки, да даст тебе глагол, благовествующему силою многою, в исполнении Евангелия, возлюбленного сына своего, Господа нашего, Иисуса Христа. Аминь. Мудрость прости, услышим, святого Евангелия, мир всем. От Луки, святого Евангелия, чтение. Песня на Песня. И речек к ним, всяко речетими притчу сию, Врачу исцелився сам, и ликослышах он бывшая в Капернауме, Сотвори из Деву Отечестви Своем, рече же, аминь, глаголю вам, Яко ни который пророк приятен есть в Отечестви Своем, Поистине же, глаголю вам, многим вдовицы пеша в одни или ины, Во Израиле, егда заключися небо три лета и месяц шест, Яко бысь глаг велик по всей земли, и ни поединой их послан быстилия, Тох мог царевту седонскую к жене вдовице, и мнозих прокаженни пеху, Приелисея пророце во Израиле, и ни единше от них очистися, Тох маниман сирианин, исполнишися всей ярости в сонмищи, Слышавшись сия, и восставшись к нашему вон из града, И ведоши его наверху горы, на ней же град, и создан пяше, Дабы выше его не зрилу ли, он же прошел посреди их идешь. Завершено чтение священной Евангелия, И далее возглашается ряд иктиний. Вначале следует сугубая иктиния, Которая, условно, означает, как прилежные моления, Угубленные, и сопровождается пением хора, Троекратным «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». Боим-теся, услыши и помилуй. Боим-теся, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Больше молимся о великом Господине отце наше, Святейшем патриарсе Кирилле, И о Господине наше, Разберял священнейшей венераторите в Лунаве, Обряснищебник венераторите в Лунаве, И о Господине наше, И о Господине наше, И о Господине наше, И о Господине помилуй. Во всяком благочестии и чистоте. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Больше молимся о братьях наших, Священнице в священном насе, И о всем Бог Христе в братстве вашем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Больше молимся о блаженных и блестопамятных, Святейшем бодря всех православных, И создателей святого храма сего, И о всех прежде почивших, Отцах и братьях, Сдележащих и повсюду православных. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Вящем молимся о милости жизни, Миле здравии, спасении, Посещении, прощении, И оставлении грехов рабу Божий, Братья святого храма, Всего. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Братья святого храма сего, Вящем молимся о плодоносящих и добродеющих, По святим и вселенным храме всем, Друждающихся, поющих, И предстоящих людях, Ожидающих от Тебе Великие и богатые Милости. Побилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, И вовеки веков, Господи помилуй, С недавних пор, В связи с событиями на Украине, С кровопролитием, Православная Церковь молится о мире В этой стране, И многоболезненный воврыч От Твоих в земле Украинский сущих, Избави люди Твои от Междуусобной брани, Утоли кровопролитие, Отврати належащие беды, Лишенные крова, Введив домы, Алчущие напитай, Плачущие утеши, Разделенные совокупи, И остави стадо своей От сродних своих В озлоблении сущих, Умалитеся, Но скорое примирение, Яко щедр даруй, О жесточенных сердца умягчи И к Твоему познанию обрати, Мир Церкви Твоей верным чадом И опадашь, Да единым сердцем И едиными усты Прославим Тебя, Господа И Спасителя нашего Во веки веков. Помолитесь о оглашении, Господи вим, Верни оглашены, Помолимся, Да Господь помилует их. Следом звучат особые книги, так называемых оглашенных, То есть тех, Которые в древности Готовились к оглашению, К дальнейшим крещениям. И это обращение, Хотя относится к оглашению, Но это напоминание Оставлено и нам, Так как человек Может быть крещен, Но, к сожалению, По своей вере Очень далек От оглашения настоящего, А потому, Каждый призывается, Христианин заботится о том, Чтобы его основы веры Действительно были искренними, Чтобы звук веры Шла от сердца осознанного. После этой ектинии Начинается Следующая важная часть Битургии, Которая называется Битургия верных. ПЕСНЯ 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 ПАКИ, ПАКИ МИРОМ ГОСПОДУ ПАМОЛИМСЯ О священном мире спасения души наши, Господу помолимся О мире всего мира, благосостоянии святых Божьих церквей И соединения всех, Господу помолимся О святим храме, сами сферы, логовеньем И страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся А избавитесь нам от зеки скорби, гнева и нужды, Господу помолимся Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью Примудрость Я куда поддержав, и Твоей всегда храним, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и в веки веков Далее будет звучать следующее песнопение Которое начинается словами Иже Херувиме Тайнообразующим Этими словами, этим песнопением Церковь внушает нам уподобиться святым ангелам благоговение к святыне Эта песня называется Херувимской Как и от первых начальников ее слов Так и потому, что заканчивается песня Херувимов Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, 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 Аллилуйя Во время пения херуимской песни совершается так называемый Великий Вход, или перенесение приготовленных на пескам идеи святых даров, а именно хлеба, вина, приносится жертвенника на Святой Престол. Великий Вход напоминает христианину шествие Иисуса Христа на вольное страдание и смерть за грешный род человеческий. Когда Литургия совершается клиром, то есть множеством священников, то они во время Великого Входа несут священные предметы, напоминающие орудия страданий христовых, например, на престольный крест, копье, губки. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В это время предстоятель молится и читает тайно молитву хирургимской песни, в которой, сознавая свое недостоинство, просит Господа соделать его достойным священнодействие, причем исповедуя, что он, священник, есть лишь видимое орудие, через которое невидимо, тайно действует сам Господь Иисус Христос, говоря такими словами, никто же достоин от связавшихся плотскими похотьми. Песня «Симон» Во время входа бывают также молитвенные поминовения членов церкви, которые означают, что честные дары будут принесены в жертву Богу, о здравии и спасении всех поминаем. Святейшие Патриархи Православные, Константинопольского Варфоломея, Александрийского Феодора, Антиохийского Иоанна, Иерусалимского Феофила, Грузинского Илью, Сербского Иеринея, Румынского Даниила, Волгарского Неофита, Блаженнейшие архиепископы и митрополиты, Кипрского Хризостома, Афинского Иеронима, Албанского Анастасия, Польского Савву, Чешских земель Словакии и Ростислава, Американского и Канадского Тихона, Преосвященные митрополиты, Архиепископы и епископы, И господина Высокопреосвященнейшего Варнаву, Митрополита Чебоксарского и Чувашского, Весь священнический и монашеский чин Да поменяет Господь Бог по Царствии Своем Всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Благодаря правду. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и Всеяруси, И Святой Троице Сергеевой Лавры Священной Архимандрита, Да поменит Господь Бог во Царствии Своем Всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан Да поменит Господь Бог во Царствии Своем Всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Своем Всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Своем Всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. То есть будет рукоположен диакон, то есть человек, который состоит в низшем священническом сане, будет рукоположен в следующую ступень священства, именно в священнике. Субтитры подогнали Симон. 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 Песня. Во время пения Симон веры служащие предстоятель и преосвященные владыки поднимают и опускают, то есть колеблют воздух платом над святой чашей и дискосом в знак благодатного присутствия Духа Божия над святыми дарами. Субтитры подогнали Симон. Святое возношение в мире преносите. С этих слов начинается совершение особой части, не другие верных, а именно евхаристический канон, во время которого и совершается приношение жертвы. И со всеми вами в горе имеем сердца. Благодарим Господа. Благодарим Тебе, поклонящийся на всяком месте владычества Твоего. Ты, пояси Бог, неизлечением, не доведом, не видим, не постижим. Кристоси, Татус, Кристоси, Ты единородный, Твой Сын и Дух Твой Святый. Ты одни бытия, бытия нас привелось, и отпадшее восставилось, и паке, и не отступил, если вся Творя доньте же нас на небо возвелось, и Царство Твое даровалось и будущее. А сих всех благодарим Тебе, единородного Твоего Сына и Духа Твоего Святаго. О всех их же вемы, их же невемы, явленных и неявленных благодеяниях бывших на нас. Благодарим Тебя службе, сей же от рук наших приятий, изволил Иси. Ощи предстоят Тебе тысячи архангелов и тмеангелов, Херувимии и Серафимии, Шестокрилатии и Многочития, возвышающиеся для нас. Святейший Владыка читает молитву и благорит Господа за все благодие и благодие. Сими и мы блаженными силами, Владыка Человеки, колюбчиво пьем и глаголем. Свят Иси и присвят, Ты единородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Свят Иси и присвят, и великолепна слава Твоя. И же мир Твой так и возлюбил Иси, Яко же Сына Твоего единородного дате, Да всяк веруя в Него не погибнет, Но им их живот вечный, И же пришед, и вся я же она смотрень исполнит. В ночь в нюжа предаяшися, Пачи же сам себе предаяши за мирский живот, Прием хлеб по святые свои и причистые непорочные руки, Благодарив и благословив, осветив, преломив, Дадя святым своим учеником и апостолам реп. Примите, ядите, сие есть тело мое, И же за выломимое во вставление грехов. Подобни чашу по вечере и глаголе. Пите от нее вси, сия есть кровь моя, Нового Завета, я же за вы, И за многие изливаемое во вставление грехов. Поминающим спасительную сию заповедь, И вся я же она сбыша, крест, гроб, Тридневное воскресенье, на небеса восхождение, Одесную сиденье, второе славное паке пришествия. Твоя от Твоих, Тебе приносящая, О всех и за всяк. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Еще приносим Те словесную сию и бескровную службу И просим, и молим, и мили садеем Не спасли Духа Твоего, Святаго, на ны и на предлежащие дары сия Господи, ежепресвятаго Твоего, Духа, в третий час апостолом Твоим не спаславый Того благи и не отыми от нас, но обнови нас, молящих Теся Господи, ежепресвятаго Твоего, в третий час апостолом Твоим не спаславый Того благи и не отыми от нас, но обнови нас, молящих Теся И сотвори уба хлеб сей Честное тело Христа Твоего А ежев чаши сей Честную кровь Христа Твоего Приложив Духом Твоим святым Аминь, 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 аминь С этой минуты предложенные хлеб и вино, как приношение, перестают быть обыкновенным веществом и по наитиям святого Духа становятся истинным телом и истинным кровью Спасителя. Остаются только вид хлеба и вина. По словам святителя Иоанна Златоуста Ангелы в этот момент сходят с неба и служат Богу перед святым престолом Его. Если же ангелы, чистейшие духи, с благоговением предстоят престолу Божию, то люди, стоящие в храме, должны так же молиться, чтобы быть святой вселился в них. Грехов, приобщение святаго Твоего Духа, во исполнение Царствия Небесного, в дерзновение же к Тебе, не в суд или в осуждение. Еще приносим Те словесную и сию службу о ежеверепочивших, правотцах, отцах, патриарских, пророцах, апостолях, проповедницах, евангелистях, мученицах, исповедницах, воздержанницах и о всяком дусе праведном вере скончавшимся. Изрядно, о Пресвятей, Пречистей Преблагословений, Славней Владычице Нашей Богородице и Пресно Деве Марии. Святейший Патриарх благодарит Бога, что Он принимает от нас молитвы всех святых людей, непрестанно вопиющих Богу о наших нуждах. И ко времени окончания этой молитвы звучит песня «Тебе поем», после чего вслух возглашается особое воззвание Пресвятой Богородицы, где Престоятель призывает молящихся прославить ту, которая за нас пред Престлом Божиим предстоит, Царе Всенебесное, Пресвятой Богородице. Пресвятейшие Преснопамятные Патриархи Сергия, Пимена, Алексия, Алексия, Преснопамятного раба Твоего, Митрополита Никодима, Партерея Михаила Раису, Ирея Василия Параскеву и всех, где ныне нами поминаемых, и упокой их, и держа, пресвящая свет лица Твоего. Еще молим Тебя по имени, Господи, всякое епископство православных, право правящих Слово Твоей истинной, всякое присвятерство во Христе дьяконства и всякий священнический чин. Еще приносим Те словесную службу о вселении, о святей соборной и апостольской церкви, о иже в чистоте и честне в жительстве пребывающих, о богохраниме стране нашей, о властях и воинстве я, дашь им, Господи, мирное правление, да и мы в тишине их тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Субтитры создавал DimaTorzok И всех, и вся, и всех, и вся. Первых по имени Господи, святейшие патриархи православные, блажений, шерки, епископы и митрополиты, и всякое епископство православных, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, право правящих Слово Твоей истинной. Святейший Патриарх молился о усопших, о родственниках, знакомых. Далее следует молитва о живых. И как раз молитва о живых и усопших за литургией именно в это время имеет наивысшую силу и значение, потому что мы просим Господа принять ее ради именно бескровной жертвы, только что совершившейся. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха, Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевой Лавры, Священного Архимандрита, Преосвященные митрополиты, все прошения, которые сейчас звучат, приглашают, обращаются к нам с тем, чтобы мы также молились вместе с священнослужителями, чтобы Господь принял принесенные и священные дары как запах благовония и небесный свой небесный жертвенник, и также не спасал нам свою божественную благодать и дар святого духа. Архиепископы и епископы, и о всем священничествам и иночестям чине, о богохранимей стране нашей, о властях, воинстве и народе ее, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении и помощи с отчанием и страхом Божьим, труждающихся и служащих, о исцелении в немощах лежащих, о успении ослабе блаженней памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих, и о их же киждо в помышлении и мать, и о всех, и за всем. И дашь нам, единими уст, единими сердцем, славите и воспевайте пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресной, и во веки веков. Аминь. И да будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Далее следует просительное егтенье, которое призвано нас всех молящихся опять усилить свои молитвы, чтобы дары Святого Духа были действительно приняты, так как нам необходима наша временная и вечная жизнь. Я в небо святые имрия небесной и мы с твое жертвы Ним, в неблагоприяте духовного, вознес после нам божественную благодать и до Святого Духа помолимся. ПЕСНЯ 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 Наступают минуты воспоминания Тайной Вечера Спасителя с учениками, страдания, смерти и погребения. Царские врата будут закрыты, и дьякон, возбуждая молящийся благоговение, озвучит возраст ухону. А предстоятель в алтаре, приподнимая святой Агнец над дискосом, возгласит «святая святым». Эти слова внушают нам, что только очистившийся от всяких грехов достойны принятия святых тайн. Однако, так как никто из людей не может признать себя чистым греха, то на возглас священника Певчатвитая отвечает «Един свят, един Господь Иисус Христос, слава Бога Отца Аминь». То есть, только один Бог безгрешен, Он по своему милосердию может сделать и нас достойными причащения святых тайн. Субтитры создавал DimaTorzok В это время в алтаре святейший патриарх с высокопреосвященнейшими владыками и сослужащими священнослужителями приобщается святых тайн. После чего приуготовляются святые дары для желающих прихожан причаститься. Ну а в это время певчи поют особые псалмы, так называемый запричастный стих и другие священные песнопения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, вся полнота церковная совершает память пророка Божия Ильи. Благодаря священному писанию Ветхого Завета мы хорошо знакомы с его жизнью. Он родился в священческой семье, усвоил и воспитал в себя все те принципы, которые дает закон Божий. И за свою ревность получил от Бога великие дары Духа. Но самый главный дар Духа это было пророчество. Пророками в Ветхом Завете называли не только тех людей, которые знали и предвозвращали будущее. Пророками называли в Ветхом Завете людей, которые доносили волю Божию людям. И не просто доносили эту волю, но и надзирали за исполнением закона Божьего в обществе. Святой пророк Илья жил в то время, когда некогда единое царство Израиля поделилось на две части. На северную и на южную часть. И цари Северного Царства, впав в идолопоклонство, совратили в нечестие жителей своей страны. И ревнуя о славе Божией, пророк Божий Илья стал обличать царя Ахава, чтобы тот возвратился к истинному поклонению невидимого Бога, и народ бы обратно возвратил к исполнению закона Божьего. По слову святого пророка Ильи, небо было заключено на три с половиной года, и не было ни дождя, ни даже капли коросы, а была засуха. Сам пророк Божий Илья ушел в пустыню, где жил у ручья, и как написано в Священном Писании, ворон приносил ему хлеб и мясо. Когда Исаак Источник, святой пророк Илья ушел в город Царепто-Сидонскую и здесь поселился в доме вдовы, у которой осталось в доме всего лишь малая горсть муки и немного масла. Живя в доме этой вдовы, пророк по молитве, обращенной к Богу, исполнял все необходимое для пропитания. И даже когда скончался отрок этой бедной вдовы, по молитве святого пророка Божия Ильи, Господь воскресил этого мальчика, который также стал ревностным исполнителем воли Божией и известен нам как пророк Божий Иона. За свою ревность, которая выражалась в исполнении закона Божьего, святой пророк Илья, конечно же, стяжал и недругов, но и, конечно же, тех людей, которые чтили Бога и старались исполнять волю Его. По прошествии трех с половиной лет святой пророк Илья возвратился к царю Ахаву, чтобы вновь призвать его к исполнению закона Божьего. И призвал царя совершить жертву на горе в присутствии священников Ааловых, чтобы и те попробовали принести жертву. И если огонь не спадет с неба, то тот Бог истинный. И сколько ни призывали жрецы Вала, своего идола, огонь исходил. А когда Илья простер свои руки к небу, огонь пожег не только жертву, но и испепелил даже самые камни, на которых находилась эта жертва, и даже воду, которой была полита жертва вместе с жертвником. За свою ревность пророк Илья был взят Богом на небо, на огненной колеснице. Именно этот образ нам всем известен, дорогие братья и сестры. Наверное, нет ни одного храма, где бы православные христиане не имели этот образ и не почитали его, как тайнозрителя Божьих судеб. Святой пророк Божий Илья взят на небо живым. И как повествует тайнозритель Иоанн Богослов, он должен прийти на землю, чтобы вновь, как второй притечи пришествия Христова, возбудить сердца людей к исполнению закона Божьего и принять мученческий венец за Христа. Ну, а кто-то скажет, а почему мы, пророка Божия Илью, так почитаем? Казалось бы, он жил за четыре тысячи лет назад. Какое отношение имеет он к нам, жителям 21 века? Святой пророк Божий Илья почитается на Руси, наверное, уже больше тысячи лет. Есть интересный такой факт, что еще во времена князя Киевского Игоря, задолго до крещения Руси князем Владимиром, во время подписания мирного договора между Византией и Киевской Русью, христиане Киева клялись в соблюдении этого закона мирного в соборной церкви святого пророка Божия Ильи. Именно первый храм соборный в городе Киеве был посвящен этому ревнителю закона Божьего. Мы с вами обращаемся к пророку Божию Илье как нашему ходатую, наставнику и молитвеннику о помощи. Конечно же, помимо молитв, мы должны также свою волю всю решимость обратить к исполнению заповедей Господних. Не просто исполнять, но и детей своих вести к тому, чтобы и они познавали закон Божий, и чтобы они также исполняли волю Бога. Чтобы они были, как и мы, христианами не только по имени, но и по жизни. И вот, прославляя пророка Божия Илью, взывая к нему о помощи, конечно же, будем, дорогие братья и сестры, просить его ходатайства, чтобы и нам совершать благоугодное Господу, и чтобы нам также достичь небесного царства, которым пребывает святой пророк Божий Илья, и к которому мы с вами стремимся. Аминь. Всех с праздником, дорогие братья и сестры. Хочу напомнить, что в рамках визита святейшего патриарха планируется закладка камня нового соборного храма в честь преподобного Сергия Радонежского на улице Калинина, города Чебоксары. Строительство этого храма началось в 2014 году, когда русская православная церковь праздновала 700-летие со дня рождения этого великого святого. Также дни визита святейшего патриарха Кирилла в Чувашскую митрополию ознаменованы еще одним важным событием. 460 лет назад, 20 июля, по старому стилю, а по новому стилю именно 2 августа, святитель Казанский Гурий посетил город Чебоксары, совершил божественную литургию и благословил строительство в городе Чебоксары храма в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. На месте сегодняшнего введенского собора сначала был построен деревянный храм, а после пожара был воздвинут сегодняшний кафедральный собор, здание которого является одним из старейших в городе. Владимирской иконы Божьей Матери, которой святитель Гурий преподал Чебоксарцам и свое благословение, находится сейчас на иконостасе Введенского кафедрального собора. Намного полицейского Введенского Божьей Матери на иконостасе т.к. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 и поклониться как бы стопам нашего Спасителя, подражая в этом случае мераносится Марии Магдалине, поклонившейся до земли воскрешему Спасителю. Всё. Субтитры подогнал «Симон» Симон» 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 « Симон» 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 « Симон» « Симон» «Симон» 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ведь, к сожалению, в обществе наблюдается очень сильное рассорковление нашей жизни И люди забывают, что причащение — это и есть высший момент Таинства Евхаристии Ведь приложение хлеба и вина в тело и кровь Христову Очень радостно видеть, что такое большое количество верующих причащаются Таин Христовых Ведь очень заметно стало то печальное рассорковление нашей жизни Ведь причащение — это и есть высший момент Таинства Евхаристии И само приложение хлеба и вина в тело и кровь Христову Совершается не ради самого этого приложения, а именно ради причащения верующих Чтобы дать им возможность постоянно пребывать в теснейшем единении С нашим Божественным Искупителем Господом Иисусом Христом И почерпать в Нем источник жизни вечной Иисусом Христову Иисусом Христову Иисусом Христову Иисусом Христову Иисусом Христову Иисусом Христову После окончания причастия священники, внося святые чаши в алтарь, а основная находится чаша на престоле, и именно в нее всыпаются все те частицы, которые были выняты за молящихся, живых и усопших православных христиан. И когда опускаются частицы в чашу, произносятся важные молитвенные слова о всех, кто поминался на проскомидии. Звучат слова о моей Господе грехи, поминавшейся здесь кровью Твоей честную, молитвами святых Твоих. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И заключаются словами Благословен Гридовое имя Господне всегда ныне и присно и во веки веков Вот этим действием показывается нам, что Господь всегда пребывает в Церкви Своей и готов помогать верующим в Него Лишь бы прошения их были чисты и полезны душам их Прости, прим же, божественны, святы, предчисты, бессмертных небесных Животворящих страшных христовых тайн Достойно благодарим Господа Доступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Божий Твоей благодатью День весь совершен, свят, мирен и безгрешен Спросивши, сами себе друг другу Весь живот наш Кресту Богу придадим Сейчас прозвучит Заключительная молитва Литургийная, так называемая, замвонная Благословяющая Тя, Господи, освященная Тя, уповающая Спаси, люди Твои, благослови, достояние Твое Исполнение Церкви Твоя, сохрани, освятилюбящая благолепие Дома Твоего Ты тех, Госпрослави, божественной Твоей силой Не остави нас, уповающих на Тя Мир мирови Твоему даруй Церковь Твоим священникам воистину Воинству и всем людям Твоим Яко всяко, да я неблагой, всегда совершен свыше есть Сходя тебе, Отца Свету И тебе славу и благодарение И поклонение воцселаем Отцу и Сына, Святому Духу Ныне пресло его некий век Сегодня это читает Рукоположное, но посвященный Священник Благословение Господне на вас, только благодать и человеколюбие, всегда ныне пресло И во веки веков Слава тебе, Христе Боже, упованье наше, слава тебе Воскреси и измертвы, Христос и истинный Бог Наши молитвами, причистые свои матери Святых славных и всехвальных апостол И живо, Святых Отца Нашего Иоанна, Архиепископа Константина, Града Златоустого Святаго Равнопостольного Владимира Святаго Пророка Божия Ильи И Гожий память совершаем ныне Святых Праведных Бога Отец И Акима, Иоанна и всех святых Помилует и спасет нас Яко благо и человеколюбец Который прямо сейчас прозвучал Завершает все действия нынешние А именно Божественную Литургию Поэтому отпусти Владыка Савати помянул Святых Честых в этот день И в ответ хор возглашает Многолетие на греческом языке Хор Господи Святых Честых в этот день Песня «Величание» После которого мы ожидаем, что нам, в свои паства, обратиться своим первосвятительским словом Святейший Патриарх Московской Саруси Кирилл. Ваше Святейшее Владыка, благодарим Вас, что Вы создали торжество по случаю юбилея Святого Князя Владимира Праздника. Было торжество, мы смотрели, как в Москве, но я не смог, потому что здесь готовиться надо. И вот сейчас такое же торжество Вы создали здесь, в нас, в Чебоксарах. В этом величественном соборе, посвященном князю Владимира, уж не город Себоксар, но пригород Себоксар. Так что решение правильное было, помолились, и все приехали, кто желал из Себоксара города, все здесь. От имени всех прихожан приветствую вас с праздником, с пробытием в Чувашию. Сегодня мы помолились, разделили Евхаристию вместе со Христом, ну и будем мы соединяться вместе и здесь на земле, когда живем вместе. Одной семьей должен жить, молиться друг за друга, помогать друг другу, чтобы Россия возродилась, она возрождается вашими молитвами и вашими трудами. Господь послал вас именно патриархам в это время, когда нужно возрождать Россию. Она, чтобы вся пришла ко Христу. Я не думаю, кто из нас способный был из архиереев, чтобы кто так смог возрождать. С вами благодать Божия, и Господь помогает вам и духовно, и телесно, потому что вы несете крест такой невозможный, а у вас, оказывается, возможно. Так что благодать Божия, помощь Божия, и вы так служите Господу, что Господь должен помогать, потому что это нужно для нас. Помогай вам Бог. Не буду много говорить. Все нам известно, как вы трудитесь, сколько трудитесь, и себе нет времени уже. Ну, отдаст нас, поскольку есть силы, сколько можно, отдаст Богу и людям, потому что люди погибали уже. Но сейчас, слава Богу, Россия возрождается, и вашими молитвами, вашими трудами будет возрождаться дальше. А мы как можем, будем трудиться, помогать вам, ваше святейшество тоже, потому что нам надо помогать. Если один крест нести одному невозможно, а так понемножку каждый поможет, и крест будет легче. Помогай Бог вам. Спасибо вам, что и наши ваши не забыли и приехали сюда. Помолитесь с нами, помолились за пасову, за людей, особенно дети вас ждали приезда. И вот очень люди довольны вам, помогай Бог вам. И будем еще больше молиться о вас, чтобы Господь дал вам здоровья, силы, благодати и помощи, может, силы, они появляются, если надеется Господь, что поможет. Это знак нашей любви и памяти, чтобы вы не забывали, что у нас был вот такой комплект, но я бы под ноги и животворящий крест на память, от вашей вам подносим. И когда-нибудь вы наденете и вспомните нас. Спасибо Господи вас. Желаю вам здоровья, Божьей помощи, и чтобы Господь с вами был. И желаю вам терпения, а без терпения не спасения. Спасибо Господи. Ваше Высокопреосвященство, Владыка-Митрополит Варнава, Ваше Превосходительство, глава Чувашии, Михаил Васильевич, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимые и высокие представители государственной власти, отцы, братья и сестры, Я всех вас сердечно поздравляю с этим воскресным днем и радуюсь, что Господь привел меня на благочестивую землю Чувашии, с тем, чтобы вместе с вами помолиться в этом новом храме, посвященном князю Владимиру, тысячелетний юбилей которого мы в этом году все торжественно прославляем. И день воскресный совпал с великим праздником, который почитается в нашем народе с памятью пророка Божия Ильи. И, казалось бы, а что общего между Чебоксарами и Израилем на пороге тысячелетия до Рождества Христова? Пророк Илья жил в девятом веке до Рождества Христова. Какая огромная временная дистанция, почти в три тысячи лет. И жил он в другом месте географическом, отдаленном от того, где мы находимся. Но мы прославляем имя пророка Божьего, потому что оно не ушло из истории. Это вообще редчайший случай. Потому что история сохранила очень мало имен из той глубочайшей древности. И наверняка ни одно имя ни царей, ни правителей не почитается современными людьми. И уж тем более никому в голову не придет собраться ради этого события памяти какого-то древнего героя, стоять почти три часа и обращать к нему, к этому герою свои мысли. Такого не существует, кроме церкви. Потому что в церкви сохраняется память тех героев, которые внесли самый существенный вклад в жизнь человека и человеческого общества. И мы прославляем сегодня имя пророка Божьего Ильи, отдаленного от нас, как я уже сказал, почти тремя тысячами лет. Мы в честь него воспеваем гимны, мы произносим проповеди, мы мыслью обращаемся к его подвигу. Илья был пророком, человеком, получившего от Бога особый дар и особые силы. Некоторые считают, что пророк – это тот, который предвидит будущее и будущее предсказывает. Это неправильное отношение к пророчеству. У пророка, конечно, может быть сила духовного прозрения и видения будущего, но смысл пророческого служения в другом. Пророк – это тот, который передает людям Божью правду и Божью волю. А получает он этот сигнал от Бога особым образом. Сигнал такой силы, что его нельзя сравнить ни с каким естественным воздействием на человеческую психику и на человеческий разум. Это не просто внушение, это божественный императив, приказ. И пророк отдает всего себя тому, чтобы слова, полученные от Бога, мысли, которые пришли к нему свыше, передать другим людям. Вот пророк Илья и был таким вдохновенным свидетелем о Божьей правде и о Божьей воле. А жил он в очень тяжелое время. И это была еще эпоха единого государства древнего израильского. До всяких разделений цари, стоявшие во главе Израиля, были люди людьми, имевшие достаточно мощное войско и средства. Они были подлинными владыками своего народа. Но вот тот царь, который правил во времена Ильи, некто по имени Ахав, был человеком слабовольным. А жена его, по имени Елизавель, и по национальности филистимленка, была женщиной с очень сильным характером. она вышла замуж за этого израильского царя, но не порвала отношений со своими языческими культами и поклонялась двум богам Валааму и Астарте. И решила, став царицей, утвердить веру в этих ложных идолов во всем израильском народе и своей воле подчинила своего мужа. Так что он стал исполнять все то, что она говорила. И стали возбегаться капищи Ваалу и священные рощи в честь Астарты. И на время то, когда вышел на проповедь пророк Илья, в Израиле было 450 лже-пророков Валаама и только один пророк истинного Бога. Если перевести все это на современный язык, то те самые пророки служили ложному культу. Они были идеологическими работниками. На их долю выпала тяжелейшая обязанность как мы теперь говорим переформатировать, изменить сознание израильтян, оторвать их от поклонения истинному Богу и опираясь на царскую власть они стали проповедовать эту ложь. А ложь, которая проповедуется с помощью государственной власти, даже если кто-то и принять ее не хочет, по убеждению воспринимается из-за страха. И началось массовое предательство. Люди отказывались отказывались от истинного Бога. А что же Илья один против 450, которых поддерживало государство, царская казна? Ну, казалось бы, как он может перекричать эти 450 голосов, да еще царицу и несчастного мужа Ахава, царя израильского. И тогда с великой молитвой обратился пророк Божий к Господу, и Бог по его молитве наказал народ израильский. Три года с лишним не было дождей. И могущество Ахава стало таять на глазах. Нету дождей, нету урожая, нету еды, нету золота, не на что содержать войска, не на что содержать администрацию, не на что самого себя содержать, а народ на грани бунта. А что пророк Илья? Он ходил и проповедовал, и говорил, это наказание вам за Бога отступничества. Доходила эта проповедь до Ахавы Елизавели. Бесновалась Елизавель. Недоумел Маал Ахав. И наконец наступил кульминационный момент этой борьбы. Мужественный Илья говорит Ахаву, воздвигни жертвенник на горе Кормил, на той самой горе, которая недалеко от нынешней Хайфе на северо-западе Израиля. И пусть не возжигая огня, твои лжепророки принесут жертву валу. И поставили жертвенник, вокруг него ископали ров, положили на него дрова, а сверх дров положили жертвенных животных. И как ни пытались те лжепророки высечь искру, которая бы подожгла огонь, ничего не получалось. И тогда Илья обратил свою пламенную молитву к Богу. И возгорелся жертвенник, и принесена была жертва единому истинному Богу. И в этот же день пошел дождь. Один человек, опиравшийся на силу Божьего, победил всю силу государственной власти мощи, всю мощь тогдашней идеологии, ложной и греховной, и спас свой народ. Вот такого ветхозаветного героя, подвижника, святого, мы с вами сегодня вспоминаем. Господь Иисус Христос, когда пришел в мир, Он ведь тоже действовал как пророк. Он людям открывал Божью волю и Божью правду. Его и называли пророком, пока не уразумели, что Он есть Сын Божий. И мы знаем, что эта правда Божья оказалась несовместимой с убеждениями тогдашних правителей иудейских и несовместимой с сознанием большинства. И как результат Господь за эту правду был пригвожден ко Кресту. И когда по воскресенье Он направил апостолов проповедовать до конца земли, Он их направил в мир, чтобы они продолжали Его пророческое служение. И это служение верено сегодня Церкви Божьей. Она призвана говорить людям правду Божью. И как и в древние времена, эти слова не с легкостью воспринимаются миром. Потому что правда глаза колет, правда обжигает, правда возбуждает угрызение совести, выводит человека из дремучего комфорта, от спокойной, сытой жизни, без всяких серьезных вопросов. правда Божия является вызовом каждому человеку и обществом, и народом, и государством. Вот почему на протяжении всей истории Церковь была гонима. Ей давались некие периоды передышки, но если посчитать годы, то в основном Церковь всегда боролась за Божью правду. Ну достаточно вспомнить очень как будто бы благополучные годы Древней Византии, Пятый век, во главе Церкви Константинопольской патриарх Иоанн, получивший прозвание Златоуст, великий проповедник, святой человек. Но и он выступил против царя и против жены его, которую называл и сравнивал с Язовелью. И что же и в православнейшей империи православный царь бросает несчастного патриарха Константинопольского архиепископа Иоанна Златоуста в темницу, а затем отправляет его в ссылку. Кстати, не так уж географически далеко от нас в Абхазию, где он умирает от малярии и голода. Чему все это нас учит? Вся эта история с пророком Ильей, с пророческим служением Господа Иисуса Христа, с пророческим служением церкви учит нас, что пророчество это рискованное служение. В какой-то момент каждый, кто осмеливается говорить миру правду, становится изгоем. И мы видим, что сейчас происходит в мире, когда в многих государствах принимаются законы, легализующие грех, распутство. Самые страшные греховные деяния, которые в Ветхом Завете карались огнем с неба и серой, но которые ныне через законодательство становятся обязательными и приемлемыми для целых стран, и когда церковь поднимает против этого голос, на нее обрушиваются прещения. Но такова служение церкви. Мы в нашей стране сегодня живем в очень благоприятное время. Пожалуй, за всю историю России не было такого времени, когда власть с уважением относится к церкви, не вмешивается в ее внутренние дела, когда церковь, не входя в управление государством, имеет право определять свою позицию по многим жизненно важным вопросам, в том числе и неся пророческое слово. Мы должны благодарить Господа, что после страшных гонений и разрушений Он дает нам эту духовную передышку. И мы строим храмы, мы строим школы, мы воспитываем молодежь, но ни в коем случае благоприятные условия жизни не должны нас убаюкивать. Мы должны помнить, что в истории всякое было, и каждый священник, который восходит нам вон и говорит Божью правду, должен нести пророческое служение людям, принимая на себя всю ответственность и все риски за такое служение. Ну, а теперь самый главный вопрос. Те, кто отказываются от того, чтобы служить пророческой миссии Церкви по разным причинам, по малодушию или по глупости, или по отсутствию интереса, таковым кажется, что спокойней так жить. Никто тебя не тронет, никто на тебя внимания не обратит. Но есть и другой выбор, которым я надеюсь, остаются верным большинство епископата и духовенства Церкви нашей и большинство верующего народа хранить веру в сердце, различать добро и зло и слушать пророческий голос Церкви. И да поможет всем нам Господь оставаться верным Ему, жить по Божьему закону, с тем, чтобы никогда ни Ахавы, ни Елизавели более не господствовали на русской земле, но чтобы расширялась вера вместе с ней, жизнь по вере, исполненная святостью, миром, благочестием, чистотой, честностью, порядочностью, верностью долгу, любви к родине, уважению к старшим. Мы верим, что все эти ценности, которые нередко сегодня пытаются оттеснить с центра общественной жизни в сторону, а иногда и придать забвению эти ценности. Они и формируют человеческую личность и подлинное человеческое общество, которое способно к внутреннему саморазвитию. Пусть Господь преклонит главу милость свою ко всем нам, к церкви нашей, к Отечеству, к земле Чувашской. И будем помнить тот великий урок, который всем нам преподал святой древний пророк Божий Илья, пошедший на многие и многие страдания для того, чтобы в народе своем укрепить веру в истинного Бога. Я всех вас сердечно поздравляю с этим праздником. И молитвами святаго пророка Божия Ильида хранит Господь всех нас на путях нашего спасения. Аминь. В память о сегодняшнем пребывании я бы хотел передать для всего святого князь Владимирского храма образ Христа Спасителя. Помогай вам всем Господь. Хотел бы выразить большую благодарность владыке митрополиту Варнаве за его труды и вручить вам крест по ноги, которые являются юбилейными. Это особые юбилейные здания, посвященные тысячелетию крещения князя, тысячелетию со дня кончины князя Владимира Крестителя Руси. Пусть его молитвами Господь укрепляет вас в вашем архипастерском служении. Это будет память о служении вместе со служением с вами и надевать особое донесение. Хотел бы выразить благодарность вам, Михаил Васильевич, главачу Вашей Республики, за ваши труды. Особо хотел бы подчеркнуть вашу готовность взаимодействовать с Церковью православной, укрепляя нравственность в народной жизни, укрепляя те ценности, без которых общественная ткань распадается. Вы, как политик, прекрасно знаете, насколько важным является фактор народного единства. И, управляя этой многонациональной областью, как я знаю, делаете все для того, чтобы на этой земле был мир и согласие. Пусть благословение Божие пребывает с вами и с вашими соратниками. Указом Святейшего Патриарха Московского Эвсияруси Кирилла во внимание к помощи в строительстве храма в Чебоксарской епархии Сорокин Владимир Алексеевич, генеральный директор Машиностроительного конструкторского бюро «Искра» удостоен ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского Третьей степени. Аксиос! 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 Во внимание к помощи Чебоксарской епархии Угаслов Николай Федорович, генеральный директор закрытого акционерного общества ТУС, удостоен орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского Третьей степени Аксиос! 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 Во внимание к помощи в строительстве храма в Чебоксарской епархии Углов Андрей Александрович, генеральный директор открытого акционерного общества научно-производственный комплекс Элара имени Глеба Андреевича Ильенко удостоен ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского Третьей степени. Аксиос! 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 Во внимание к помощи в строительстве и восстановлении храмов и монастырей Чебоксарской епархии Рощин Всеволод Игоревич генеральный директор открытого акционерного общества Дорис удостоен ордена Русской Православной Церкви Святого Благоверного Князя Даниила Московского Третьей степени. Аксиос! 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 Еще раз благодарю всех кто сегодня вместе молился со мной и хотел бы каждому из вас передать маленький образочек с изображением святагоровно-апостольного князя Владимира и со своим патриаршем благословением. Храни вас Господь! Горица! 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 ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... Продолжение следует...